Значит, сразу хочу вам сказать, что этот семинар, он, в общем-то, имеет прямое отношение к курсу складской логики, которая считается у нас. Поэтому сразу предупреждаю, что моменты, связанные с бухгалтерским отражением инвентаризации, они как бы не являются предметом рассмотрения. Я хочу вам рассказать то, что связано именно с организацией, инвентаризацией как таковой. Значит, ну, наверное, мы все сталкивались с тем, что, как у нас бывает, проводится инвентаризация, посчитали, какие-то количества передаются в бухгалтерию, дальше в бухгалтерии начинают какие-то свои сложные документы создавать. Что-то там отражать, что-то там не отражать. То есть, вот этот процесс организационный и регламентированный, он оказывается несколько разорван. Значит, еще раз, ну, это на самом деле неправильно, это не должно так быть, но это есть. И наша задача разобраться с ситуацией именно с точки зрения того, кто будет делать это руками, да, кто вот непосредственно должен на складе все это создать. Значит, первое, две ошибки, о которых мы с вами поговорим, это ошибки, ну, скажем так, идеологического характера. Ошибки это какие? Во-первых, значит, у вас на экране определение инвентаризации. К сожалению, очень часто инвентаризацию, под инвентаризацией, понимаю проверку склада. Так вот, инвентаризация это не проверка, это именно что сверка. Сверка двух данных. Данных о том, сколько товара в учете и данных о том, сколько товара по факту. Причем ошибка может быть как там, так и там. И мой опыт говорит о том, что 70% отклонений, которые находятся в результате инвентаризации, это отклонения, связанные не с тем, что инвентаризация, что на складе там воруют, а с тем, что неправильно ведется учет. Где-то есть какие-то действия, которые там, либо в учете не рассматриваются, либо что-то делается на бумаге, в базу не переносится. И вот это вот основная причина, по которой остатки по факту и остатки по учету не бьются. Из этого следует один очень важный вывод. И это вот как раз вторая идеологическая проблема. Очень часто, вот когда я полевыми делами занимался, я приходил в ту или иную организацию и ко мне обращались с просьбой. А можете вы нам инвентаризацию привести? Я говорю, без проблем. Давайте мы сейчас организуем, пересчитаем. Вы мне скажите, а зачем? Зачем вам это нужно? Ну, обычный ответ. Ну, вы знаете, у нас там бардак, у нас остатки не бьются. Вот мы посчитаем. И у нас все будет хорошо. Что не так в этом представлении? Во-первых, вы должны учесть, что если вы что-то посчитаете, вы при подсчете тоже можете допустить ошибку. Поэтому никакой гарантии, что посчитали вы правильно, на самом деле нет. Более того, я обычно говорю, что если отклонения произошли более чем по 5% позиций, в результат инвентаризации верить нельзя. Где-то там что-то. Но даже если мы предположим, что ошибку, что ошибок вы при пересчете не допустили, если мы предположим, что у нас все замечательно, сахарно, вы, значит, сделали хрустальную, замечательную картину, у вас все бьется в базе и в реальности на складе. Вы, значит, вы эту чистоту создали на утро понедельника, а дальше в течение недели вы эту чистоту благополучно загаживали. Если вы не убрали причину, если вы не убрали вот это вот неправильное ведение учета, вы, конечно, себе облегчите жизнь на какое-то время, но ситуация неминуемо воспроизведется. Поэтому важно понимать, что инвентаризация, в принципе, должна быть не началом наведения порядка, а его итогом. То есть до того, как вы вообще пойдете на инвентаризацию, вы должны попытаться направленно обнаружить какие-то ошибки, которые у вас в учете есть. Чаще всего для этого используется что? Периодический контроль отдельных товарных позиций, значит, обнаружение ошибок, выявление, откуда они взялись, то есть вот направленно копайте, копайте, выясняйте, что где не сходится, поднимайте первичку, вот, изменяйте правила игры. Вот у меня один раз дошло до того, что я потребовал от склада, чтобы они все документы, в которых они хоть что-то помечали, ну, кроме подписи, да, хоть какие-то изменения относили, чтобы они все эти документы ксилили и не пересылали копию. Я проверял, чтобы потом в базе данных эти изменения тоже были. Вот, то есть это действительно долгий процесс. Вот это те ошибки, которые носят такой всеобщий характер. А теперь давайте, значит, время у нас ограничено, поэтому давайте мы теперь поговорим о более, так сказать, конкретных и насущных делах, связанных непосредственно с проведением. Значит, вторая, второй момент, первый раздел мы как бы прошли, второй момент, связанный с наиболее часто встречающейся причиной вот этих вот расхождений, наиболее часто встречающейся причиной неправильного ведения учета. Вообще говоря, тут нет ничего такого сакравленного, никому не известно. Значит, на случай, если кто-то не знает, я вам сам черен. Что склад – это структура компании, которая участвует в ведении учета. Я знаю, что очень часто на складах это не делается. Но вообще говоря, обязательно должен существовать какой-то пласт информации, который копается только склад. И больше никто туда руками не лезет. К сожалению, у нас очень часто получается, что ведется 1С-бухгалтерия, там есть какие-то остаточные, эти остаточные мы распечатаем и пойдем считать на складах. Кладовщики сами не в состоянии сказать, сколько у них того или иного товара. Они вынуждены доверять данным учетным системам. Это, конечно, неверно. То есть материально ответственное лицо всегда должно считать тот товар, с которым ты работаешь. И знать, сколько у него. Это вполне естественно. Ты за этот товар отвечаешь, ты должен знать, сколько у тебя его. Поэтому, вообще говоря, по-хорошему, складской персонал, материально ответственные, должны вести картости складского учета, журналы складского учета. И первым действием, вообще говоря, про проведение инвентаризации является что? Вы сверяете эти два источника. Я в свое время, правда, это было еще в 90-е годы, я это делал. То есть у меня, значит, первое, что приходится делать, кладешь рядышком журнал складского учета, распечатку 1С и начинаешь. О, не совпало. Значит, что, кто-то накосячил. Либо бухгалтер, либо кладовщик. Начинаешь проверять детально, смотришь, какие документы не отражены, и, значит, в результате понимаешь, где именно отклонение. Отклонение ликвидируешь. В результате мы добивались чего? Единого и никем не оспариваемого представления о том, сколько товара должно быть на складе. С этим никто не спорил. Это отталкивалось от того, что люди насчитали сами. И не могли это оспорить. Сейчас сплошь и ряд. То есть, конечно, можно сделать, значит, силовой жест, ударить кулаком по столу, сказать, нет, это твоя ответственность, да я вижу, что здесь не хватает. Вот, и заставить отвечать. Но, вообще говоря, позиция кладовщика здесь как бы неоспорима. У меня все на месте, я не знаю, что вы там не считали, да у вас база. Получается, как бы доказать вы справедливость своего решения, он кулаком не может. Вот, значит, вопрос именно в этом. То есть, у кулаком должно быть представление о том, сколько его товар любит. Значит, те, кто пограмотнее, ну, да, ведут там учет в Excel, какие-то свои таблички строят. Но проблема-то в чем? Я сейчас, конечно, могу сделать широкий жест, сказать, а вы добейтесь, и пусть ведут на бумажке, ничего не знаю. Но мы все прекрасно понимаем, что не всегда это возможно. У нас сейчас объемы номенклатурные, да, количество позиций, количество отгрузок, количество позиций в каждой отгрузке настолько велико, что разнести вот эти данные вручную, ну, это нереально. Поэтому тут надо, конечно, задуматься о том, как будет вести складской учет. Это делается по-разному, ну, чаще всего, либо отдельная база, в которую, значит, только кладовщики залазят, либо это разделение уровня учетных систем, значит, когда кладовщики делают свои документы, а в офисе делают свои документы. И вот эти вот данные можно, значит, сопоставить. Ну, естественно, это должно сочетаться с определенным подходом, правильным со стороны ведения базы, то есть парольный доступ, пароль должен быть четко известен только конкретным людям, никто под чужим владелем не заходит, разделены права, то есть вот это вот все должно сочетаться. Так, значит, что дальше? Дальше я бы хотел обратить ваше внимание вот на какой момент. Значит, у нас в инвентаризации всегда присутствует некий предварительный этап, предварительная стадия, стадия подготовки к инвентаризации. К сожалению, очень часто этой стадии пренебрегают, и в результате у нас инвентаризация становится большой болью. Значит, вы должны понять, я не знаю, кто из вас что делает, тем более, что у нас очень много народу онлайне, но я рискну предположить, что вы так или иначе имеете определенное отношение к складу, вы участвовали в его проверке, и определенные моменты, которые связаны с инвентаризацией, для вас естественны, понятны, очевидны и не нуждаются в объяснении. Но вы должны понимать, что, скорее всего, вам придется привлекать к инвентаризации людей, для которых инвентаризация – это вот такая экзотика. То есть они вообще слабо себе понимают, что это такое, и как это работает, на что стоит обращать внимание. Поэтому вам обязательно нужно уделить время на инструктаж тех сотрудников, которые будут участвовать в пересчете. Значит, вот пренебрежение инструктажам – это, наверное, самая такая важная ошибка, которую делают при подготовке к инвентаризации. Значит, о чем надо сказать на инструктаже? Значит, во-первых, вам надо объяснить, где находится страх. Не удивляйтесь, но чаще всего, значит, те, кто работает в офисе, об этом не знают. Или знают примерно, да, где-то там. Да, в офисе может быть какая-то схема проезда. Ее не все умеют читать. Более того, схема обычно пишется, исходя из точки зрения водителя грузовика. Он видит дорогу немножечко по другим углам, обращает внимание немножечко на другие реперные точки. Вот. Поэтому обязательно надо объяснить, как именно можно добраться до склада. Да, общественным транспортом, еще как-то. Значит, ну, понятно, что в идеале там взять там где-то точку сбора, придумать и отвезти, но так тоже получается не всегда. К сожалению, такое тоже было. Я знаю ситуацию, когда собирали сотрудников с пятна где-то диаметром в 5 километров. Они все поехали в разные стороны. Это было за городом. Вот. Там лес, там лес, там коровник, а там склад. Вот еще куда-то ходить. Вот. Это первое. Второй момент. необходимо прояснить несколько вопросов общеорганизационного порядка, которые для людей не всегда прозрачны и понятны. Во-первых, для человека, который привык работать в офисе, инвентаризация – это тяжелая физическая работа. По результатам инвентаризации язык реально будет висеть на плече. Поэтому на инвентаризацию надо приходить в отдохнувшем состоянии, а не после посещения. Значит, еще одна проблема, которая встречается достаточно часто. Не надо на инвентаризацию приходить в гламурном виде. Условно говоря, можно сказать следующее. На инвентаризацию вы должны надеть то, в чем бы вы пошли в лес. Значит, красивые наряды запросто можно испачкать, зацепиться, порвать и так далее. Отдельное предупреждение, которое стоит сделать данным, надо на инвентаризацию ходить на кодеку. Значит, это довольно быстро приведет к вашей неработоспособности, а бывает и хуже. У меня был такой случай, я объяснял главбуху, что этого делать не надо, она прислала инвентаризацию на шпильках, а у меня на складе был мезонин, а там вот поверхность мезонина, пол, он не сплошная, а там решетка такая, ну, шахтная, старая еще технология, решетка, ну и еще глухое пространство. Она в результате передвигалась по второму этажу, перекладывая фанерки. Склад был, конечно, счастлив, но на темпы инвентаризации это отразилось не лучше. Значит, еще раз. Походная одежда, вот это вот самое главное. Значит, следующий момент. Крайне желательно объяснить участникам инвентаризации, как именно будет происходить сама инвентаризация и происходить пересчет. Вот с этим тоже очень часто связаны определенные проблемы. Наверное, это можно вывести в отдельный вопрос. Технология проведения. Но эту технологию надо объяснить и надо, чтобы люди подошли к этому неформально. Иногда вообще в особых случаях я даже заставлял людей, значит, тренинг проводил, заставлял их походить с вот этим вот листочком, с которым они будут работать, попытаться их позаполнять, поискать. Вот. Ну, это, конечно, уже красивости пошли. Ну, хотя бы технологию должны быть изданы. Теперь о тех действиях, которые вы должны провести на предварительных этапах. Значит, я бы выделил следующий момент. Во-первых, общихозяйственная подготовка. Значит, надо убедиться, что есть соответствующие концы товара. Совершенно серьезно вам говорю. Знаю ситуацию, когда инвентаризация на час позже пошла просто потому, что ручек не было. Никто об этом не подумал, никто их не закупил. Поэтому ручки, бумага, желательно планшеты, для них очень удобно работать. Вот. Ну, я сейчас не рассматриваю какой-то технологически продвинутый вариант, когда, значит, используют терминалы сбора данных, более серьезный подход. Вот. Это уже предполагает склад достаточно высокого уровня. Значит, кстати, довольно важным элементом общихозяйственной подготовки является и кормежка тех, кто участвует в инвентаризации. По крайней мере, надо задуматься над тем, что будете сейчас вот под новогодние праздники инвентаризацию проводить, хотя бы люди должны отогреться, что-то горячее выпить. Это вопрос, поверьте, достаточно высокий. Значит, теперь второй момент, связанный с подготовкой. Крайне желательно, чтобы перед инвентаризацией, это уже задача бухгалтерии, коммерческих подразделений, чтобы перед инвентаризацией была проведена сверка. Значит, проведение сверки позволяет вам обнаружить какие-то проблемы и отклонения, которые есть в вашем учете еще до того, как вы начнете что-то считать. И в общем и целом, это позволяет и ошибки определенно отследить, и позволяет слизить количество отклонений, которые вы зафиксируете уже непосредственно в инвентаризации. Естественно, надо уделить внимание тому, чтобы была закрыта вся незавершенка. То есть все накладные, которые не отгружены, они должны быть отменены. Все документы, которые там недопереданы, они обязательно должны быть переданы. На самом деле, я обычно советую, чтобы вот эта вот сверка физического учета с управленческим несколько раз была в прединвентаризационном периоде проведена просто для поиска вот этих самых ошибок. Значит, уточните, что за сверка. Можно пример. На самом деле, это довольно такое обыденное действие, есть соответствующие формы. Вот. Вы отправляете поставщику или клиенту перечень, значит, тех отгрузок, которые вы ему делали. Он делал тех платежей, которые там происходили. И вы пытаетесь понять, кто кому сколько должен по вашей версии, по его версии. Соответственно, если есть отклонение, мы выясняем, откуда они взялись. Пересылаем друг другу копии документов, выясняем, откуда взялось это отклонение. Вполне возможно, там какое-то отклонение может быть, потому что вычеркнули одну позицию накладной, да, клиент не захотел или брать, она ему не понравилась. Потом забыли накладную переоформить. У нас в базе данных осталось то, что изначально планировали отгрузить у клиента, то, что он реально привез. Ну, вот, пожалуйста, и разница появилась между между физическим и управленческим учетом, сверху эту разницу выявила. Так, значит, и, наверное, последний момент, на который я обращу ваше внимание, вот в этом самом подготовительном периоде. Подготовка рабочих документов. Вот этих самых инвентаризационных описей ведомости пересчета, по которым пересчет будет вестись. Значит, здесь чаще всего следующие ошибки допускаются. Во-первых, мелкий шрифт. И если вы распечатаете эти ведомости тем шрифтом, который очень часто по умолчанию есть в системе, у вас получится вот такие вот таблички, а заполнять-то вы их будете, согнувшись при плохом освещении и на коленке, вы потом будете очень долго гадать, к какой конкретно позиции относите вашу мелкость. Поэтому, значит, не мельчите, пусть лучше будет больше значит, листов, нежели чем значит, будут проблемы с подсчетом. И второй момент, непродуманный порядок товаров в описях. Если вы распечатаете просто то, что вам база данных выдаст, она может вам полховито распечатать или она может распечатать в порядке возрастания номеров, но не факт, что это будет удобно. вот здесь надо поинтересоваться, как именно идентифицируется товар. Бывает, что по алфавиту, бывает, что по алфавиту, но не по алфавиту там наименование, а по алфавиту артикуля. Бывает, что идентифицируется по группам, а потом внутри по алфавиту. Но вот этот принцип поиска товаров, он обязательно значит вам должен быть расшифрован и перечень товаров должен быть составлен с учетом этого принципа поиска. Значит, половина времени у вас будет уходить при пересчете на поиск соответствующей позиции. Так, значит, с подготовкой мы с вами разобрались. Теперь значит момент связанный с в проведении. Я вам сказал, что отдельный вопрос это технология пересчета. Базовой технологией пересчета при проведении инвентаризации является пересчет на пустограф. То есть вы для пересчета используете ведомость, в которой перечислены товарные позиции, но нету количества. Вот с этим связано достаточно много ошибок. Бывает так, что считают с указанием реального количества. Почему так? Потому что если вы будете считать по документу, в котором указано реальное количество, у вас будет постоянно тянуть согласиться с этим количеством. По крайней мере, вы досчитаете до этого количества, ну и все есть хорошо. вы не увидите излишков. Второй момент. Ошибка бывает такая. Мы считаем на пустой лице. То есть мы просто берем белый лист бумаги и начинаем записывать сколько там у нас товара. Вот идем и считаем. Это правильно. Значит, принципиально это нормально, но этот подход годится только в том случае, если у вас относительно небольшое количество позиций. Дело тут в чем? Дело в том, что после того, как группа пересчета завершат свою работу, посчитают все, вам надо будет их данные свести воедино. И если пересчет велся на чистый лист, трудозатраты по сведению, они будут примерно такие же, как трудозатраты по второму пересчету. Поэтому лучше считать на пустографку, она дает нам единый перечень, и потом мы можем свести, просто посадить людей в кружок, зачитываем позиции, как бы называть свое количество, их оперативно суммируют, и в результате появляется особое количество, которое у вас есть. Еще один момент, еще одна ошибка при проведении подсчета. Еще одна проблема состоит в том, что подсчет ведется не по географии, а по ассортименту. И кстати говоря, в неявном виде многие учетные системы, они как бы подталкивают к совершению данной ошибки. Почему так нельзя? Потому что в этом случае вы, скорее всего, не найдете те излишки, которые у вас на складе есть. Вы только будете считать то, что вы считаете на складе присутствует. Подсчет должен на складе вестись по географии. вас поставили вдоль этого стеллажа, вот вы идете и считаете то, что лежит на этом стеллаже. Ни в коем случае не должно быть так, что вот здесь 20, еще там 40, в том углу 10, суммируй, запиши, у нас будет все на месте. Вот это обязательно тоже, конечно, нужно объяснить тем, кто будет производить подсчет. Так, значит, по технологии я вам рассказал, теперь, значит, еще одна часто ошибка, которую допускают при начале процесса пересчета. Она заключается в том, что неправильно подходят к ошибкам и отклонениям. То есть понятно, что жизнь штука сложная. И вполне возможна ситуация, когда скажем, вы начинаете инвентаризацию, открываются ворота, приехал поставщик, чего-то он привез. Да, его предупредили, это, кстати говоря, обязательно надо делать на предварительном этапе, его предупредили об этом отклонении в вашем графике работы, но он забыл. Что, разглядеть? Бывает. Вот. Спрашивается, является ли это проблемы? Ну, в общем, в целом нет. И на самом деле методические указания Минфина о проведении инвентаризации учитывают такой вариант, в том числе и учитывают вариант, что не забрали клиента какой-то товар. Это нормально. Главное, что? Главное понимать, что вы этот товар тоже считаете. Во время инвентаризации считается все, что есть на складе. Да, вы можете заранее сделать закладочку, что вот это вот у нас произошло, значит, этот товар у нас есть, но это мы не будем отражать в плюсах-минусах, это мы просто зафиксируем, проверим, что это действительно имело место. но посчитать надо, потому что сам по себе этот товар может быть как источником закрытия недостач, так и место, где спрячут излишки. То и другое, значит, неправильно. Так, значит, что у нас дальше? Значит, дальше нам надо оценить результат после проведения чего-то, после проведения инвентаризации. И здесь я бы хотел обратить ваше внимание на первый пункт. Проблемы и ошибки они всегда возникают. значит, ну, у меня, например, был такое, значит, после инвентаризации приходит за складом, говорит, а вот ты знаешь, вот тут у нас недостача, а я вот вспомнил, там места не было, я одну коробку в каптерке держал, а вот забыл я ее на инвентаризацию поставить. Ну, вот она есть, давай пойдем посчитать. Действительно, есть, действительно, теперь количество бьется. Да, или, там, скажем, кто-то говорит, что вот, а там излишко, я вспомнил, вот этот клиент его, этот товар не хотел брать. Может, там с ним что-то не так. Ну, вот, опять-таки, выяснили, и, естественно, эти отклонения, которые с формальной точки зрения инвентаризации присутствуют, наверное, не надо их отражать вот в этих плюсах, минусах, отрегулировали каким-то другим способом. И да, конечно, замечательно, если вам удается вот эти ошибки, они бывают вообще парадоксальны. У меня, например, один раз на складе пропало по результатам инвентаризации палета компьютерных корпусов. Их не хватало. Я дважды заставлял колдущиков пересчитывать корпуса. Все равно не хватало. Я плюнул, пошел считать сам, и у меня это количество сошлось. В результате, когда я стал смотреть их записи, выяснилось, что корпусов не хватало, потому что у них 7,9,56. Ну, вот, ну, вот бывает, да. Понятно, что они потом мне таблицу умножения сдавали, но делать на самом деле не в этом. важно, если у вас возникли такие отклонения, важно понимать, что вот все эти отклонения, которые вы не стали отражать, которые вы закрыли какими-то другими способами. Да, это не ошибки учета, не отклонения инвентаризации, это как бы хорошо, но это указание на очень серьезные проблемы в менеджменте. Не надо думать, что если у вас все ушло вот в такие вот отклонения, что у вас все хорошо, у вас плохо, но действовать надо по-другому, не систему учета менять, а людей строить. То есть человек должен реально получить это по башке. человек должен быть соответствующим образом вразумлен, наказан, не знаю, оштрафован или что-то еще, а это уже зависит от конкретики организации, выговорки учить или что-то. То есть подход-то поменяться должен, выводы из этой ошибки обязательно должны быть сделаны. так, значит, чего у нас еще? Излишки и недостача. Излишки и недостача. Значит, здесь проблема с оценкой результатов состоит вот что. Очень часто я от кладовщиков слышу. За что вы нас ругаете? У нас по результатам инвентаризации плюс. Обычно после этого я просил их устроить мне экскурсию по складу и показать, как они организовали производство товара. То есть вы должны понимать, что если у вас по результатам инвентаризации плюс, это плохо. Почему? Потому что если минус, это, конечно, плохо, но понятно. Откуда взялся минус? Усушка, утруска, мышки погрызли алюминиевой профи. Ну, Возможно, воруют. Это неприятно, но это по-человечески понятно. Если у вас по результатам инвентаризации плюс, это означает, что либо воруют, но воруют хитро с манипуляцией, ничего, это система. Либо воруют, но воруют не у вас, у ваших клиентов или у ваших посетителей. Чем это чревато? Если воруют у ваших клиентов, то велика вероятность, что у вас нету никакого плюса. у вас минус, потому что клиенту вы уже компенсировали то, что ему не догрузили. Более того, вы недополучили какой-то прибыль. А может быть и еще хуже. Клиент вам за этой компенсацией не обратился. А это означает, что он на вас махнул рукой, сказал, что у вас там сплошные бракодяла на складе, что у вас там воруют на строповую. Мы с ними просто больше связываться не хотим. И это значит, что вы теряете рынок. Если речь идет о том, что поставщик к вам отгрузил больше, ну, казалось бы, это не наша проблема. Это проблема поставщика. Пусть он строит своих кладовщиков, чтобы они отгружали правильно. Казалось бы, в этом утверждении нет никакого противоречия. Но я хочу вам сказать, что поставщик мог это сделать намеренно. Более того, я сам это делал. Для чего? А это очень хороший проект. Я вот лишнего туда положил и смотрю на реакцию. Одно дело, если позвонили и сказали, а вы вот лишнее нам привезли, мы вашему экспедитору отдали, пусть везет назад. Совсем другое дело, если я позвонил, говорю, а вот лишнее к вам не привезли, они посчитали, говорят, ой, да, знаете, есть. Это вторая ситуация. И третья ситуация, когда я позвонил, я знаю, что им лишнее друзья. они говорят, нет, у нас все ровно. Вопрос. Я вот этим ребятам обсрочку платежа даю. Вполне возможно, что для меня вот эта потеря, связанная с их проверкой, она гораздо дешевле обойдется, чем рисковать серьезными суммами, которые я жуликам доверил, непонятно, доплатить или нет. Это очень хорошая проверка. Вполне возможно, что ваш поставщик эту проверку поравел. И вы нарвались. Поэтому ошибки при приемке в большую сторону, они на самом деле тоже черваны. Вот. Ну и наверное еще у нас осталось два момента. После этого есть у вас вопрос. Что касается пересортицы. Понятно, что очень часто вопрос возникает, чем отличается пересортица просто от излишков и недостач. И что можно пересортица отнести? Ну, вообще говоря, с формальной точки зрения. Пересортица это пересорт. То есть тот же товар, но другого сорта, другой разновидности, возможно, другого цвета. То есть практически то же самое, но с минимальными отличиями. Обычно на практике, ну, да, с точки зрения учета, пересортица от излишков и недостач отличается, чем излишки положено оприходовать, недостачу списать, повесить на материально ответственное лицо за минусом того, что подходит под естественный обыль технологические потери. А вот в случае пересортицы на материально ответственного можно возложить только разницу между плюсом и минусом, который по пересортице проходит. Вот. И я обычно рекомендую к пересортицам подходить как? О пересортице мы можем говорить в том случае, если соблюдаются два правила. Во-первых, по-человечески понятно, как эта пересортица возникла. Ну, там, скажем, вместо синих карандашей отгрузили зеленый. Да? Ну, возможно, такое утром в понедельник. Да? Ну, вот, отгрузили. Вот. Это первое. И второе. Минимальная ценовая разница. Ну, что такое минимальная ценовая разница? Это вопрос для обсуждения, но она действительно должна быть такой эфемерной. Да? И если ценовая разница существенная, вряд ли мы можем говорить о пересорке. Ну, и последняя, наверное, вот такая яркая ошибка, о которой стоит сказать, это ошибки формального характера. Их я вам просто показываю. Значит, главным образом это ошибки, связанные с оформлением. Нет соответствующего документа. провели инвентаризацию в неполном составе, а материальные ответы должны на инвентаризации присутствовать. Да, есть какие-то незаверенные исправления, неправильная подпись, значит, нет объяснений о недостаче. Главным образом вот эти вот формальные ошибки, которые здесь указаны, значит, они могут сработать уже не на инвентаризации как таковой, а когда вы начнете разбираться свои последствия. И если вопрос о материальной ответственности дойдет до суда, вот это вот, то, что здесь перечислено, это те причины, которые чаще всего становятся причиной отказа суда в выплатах по материальной ответственности. Хотя, конечно, смысл вот в разборке через суд, он есть только в том случае, если зарплата белая. Это не всегда так, ну и понятно, что в серой и черной зоне работник никак не защищен от произвола работодательства. Ну вот, то, что я хотел вам сказать, такие вот основные моменты с теми ошибками, которые допускаются чаще всего. Вопросы? Последний пункт, отсутствие объяснения ответственных лиц причин от доказательных. Получается, у нас в любом случае при сверке, когда у вас появляются недостатки. И если они получаются не дали объяснение, то, что получается недостатки. Ну, вообще говоря, это уже вопрос, связанный с материальной ответственностью. Если вы обнаружили какой-то ущерб, какую-то потерю, и вы предполагаете виновного, вы у этого виновного должны потребовать отчет. как так получилось, почему, если он этот отчет не дает, это тоже оформляется соответствующим вопросам, подписываю так, что от объяснения отказался. Это часть стандартного процесса. Я прошу прощения, вебинар надо закругляться. Да, хорошо, значит, к сожалению, нам надо закругляться. Значит, слушатели вебинара, я понимаю, что у вас могли остаться вопросы, на которые я не успеваю ответить. Давайте делаем так. значит, я вам напишу мою почту и если у вас это вопросы есть, вы мне напишите туда и я постараюсь вам на них ответить. Почта очень простая, олебедев специалист.ру Если есть вопросы, пишите. Спасибо за внимание.